Я даю слово ее превосходительству Джули Бишоп, министру иностранных дел Австралии. Господин председатель, сегодня мы собрались в важный день для организации объединенных наций. Прошло 70 лет после ее основания. Председатель Австралии на конференции в Сан-Франциско в 1945 году описал Генеральную Ассамблею как место, где совесть народов мира сможет прозвучать самым громким образом. Поэтому уместно здесь, в зале Генеральной Ассамблеи, подумать над тем, чего смогла добиться ООН и что она должна сделать в будущем. ООН предоставляет крайне важные услуги каждый день во многих регионах мира. Очень часто эта важная работа остается незамеченной, остается без похвалы теми, кто напрямую не получает эту поддержку. В Австралии отмечая это, что подчас смелая, активная работа тысяч сотрудников ООН на местах, которые защищают уязвимых людей, предоставляют жизненно важную гуманитарную помощь, отстраивают пострадавшие общества, поддерживают процессы развития. ООН ведет свою работу во все более враждебные обстановки. Сегодня мир сталкивается с беспрецедентным числом затяжных и, судя по всему, непреодолимых конфликтов, которые вызывают перемещение людей в широкомасштабных границах. И гуманитарные потребности становятся более отчаянными, чем в любой момент после Второй мировой войны. Терроризм сегодня это глобальная угроза. Масштабы вызовов развития Исполински, однако мы должны отметить существенные достижения, я имею в виду устав ООН, ценности и чаяния, которые были изложены семь десятилетий назад, по-прежнему являются нашим руководством сегодня. Австралия гордится тем, что, как активный участник конференции в Сан-Франциско, мы подготовили центральный элемент устава, статью 56, которая известна как Обещание Австралии. По этой статье члены ООН берут на себя выполнение совместных самостоятельных действий для нахождения решений международным экономическим, социальным проблемам, проблемам здоровья, другим, универсального уважения, соблюдения прав человека, основных свобод. Австралия взяла на себя это обязательство, подписав Устав в 1945 году. Сегодня я хочу это обещание подтвердить. Повестка Дня устойчивого развития на период до 2030 года, единодушно поддержанной в пятницу на минувшей неделе здесь Генеральной Ассамблеи, проявление этого обещания Австралии и свидетельство об основополагающей роли нашей организации. Только ООН могла добиться таких замечательных результатов. По определению, цели устойчивого развития смелые. Посмотрим лишь на первые пять. Прекратить храню нищету повсеместно. Положить конец голоду. Обеспечить качественное образование. Обеспечить жизнь в условиях здоровья. Добиться гендерного равенства. Если мы добьемся выполнения всех семнадцати целей, мы преобразуем наш мир для блага всего человечества. Мы должны добиться, чтобы примечательный дух сотрудничества, который был проявлен в ходе переговорного процесса, был бы сохранен. Сейчас, когда мы работаем над тем, чтобы смелые цели превратить в реальные дела. В повестке дня отмечаются, что экономический рост, включая инвестиции частного сектора и торговлю, центральный элемент устойчивого развития. В повестке дня 2030 также признается, что, хотя официальная помощь в целях развития по-прежнему важна, это единственный источник финансирования развития. В повестке дня 2030 подтверждается, что самое главное – это качество, помощь, истинное партнерство для развития существенно важно на основе уважения и сотрудничества. Именно этого пытается добиться Австралия с нашими друзьями и партнерами в регионе Тихого океана. Изменение климата – вызов всем нациям. Требуются решительные шаги. Мы добьемся успеха в сокращении глобальных выбросов, только если к этой работе подключатся все государства-члены ООН. Австралия объявила об энергичном, ответственном, достижимом вкладе в период после 2020 года в международную работу против изменения климата. Мы готовы добиться, чтобы климатическая конференция ООН в Париже стала платформой, необходимой для обеспечения коллективного подхода в решении цели о двух градусах. Есть правда, которую трудно оспорить. Мы не можем преобразовать наш мир, если не будет изменено место, которое занимают в нем женщины. В повестке требуется ни много ни мало полное гендерное равенство. Это не просто то, что сделать необходимо. Это то, что сделать нужно, поскольку это разумно, это крайне важно для достижения устойчивого, инклюзивного, справедливого экономического роста. Австралия создала фонд гендерного равенства в объеме 50 миллионов долларов для ускорения поддержки гендерному равенству в нашей программе развития, в нашем регионе, в Индотихоокеанском регионе. Мы должны наращивать борьбу с глобальным злом насилия против женщин и детей. На минувшей неделе правительство Австралии объявило о новом национальном законодательстве. Пакет в 100 миллионов долларов для безопасности женщин, улучшение срочных услуг помощи, предоставление ресурсов образования, чтобы помочь изменить подходы в общинах к насилию и жестокостям. Аналогичным образом, наша заморская программа помощи помогает странам нашего региона в усилиях по ликвидации насилия против женщин. Повестка Дня ООН «Женщины мира и безопасность» изменила коллективное осмысление нашей роли женщин в конфликте. Сейчас нам нужно претворить это в жизни. Именно поэтому Австралия трудится вместе с Соединенными Штатами для того, чтобы подготовить первое руководство для военных командующих, для реализации концепции «Женщины мира и безопасность» на местах. Ключевой элемент повестки дня – это мирные инклюзивные общества, которые крайне важны для достижения устойчивого развития. Права человека, оздоровление и управление, открытые инклюзивные структуры – это жизненно важный фундамент развития. Права человека были и остаются в центре работы ООН в последние 70 лет, начиная с устава ООН в 1945 году до цели устойчивого развития в 2015 году. Сейчас, когда на подъеме террористические организации, такие как Дэш, когда мы видим политику Северной Кореи и ее режима, когда сохраняются пронарительные труды в другие современные формы рабства, необходимость преследования за такие нарушения прав человека, как никогда актуально. Австралия будет баллотироваться в Совет по правам человека на 2015-2020 годы. Впервые иностранная страна стремится к избранию в этот орган. Я считаю, что Австралия намерена принести в работу Советы такой же подход, который, собственно, она премонстрировала в 2014 году в Совете безопасности. Если нас уберут, то мы будем дать особое внимание на улучшение положения женщин и девочек, мы будем укреплять систему руководства, демократические институты и будем способствовать свободе слова и правам человека. Австралия всегда боролась за то, чтобы привлекать к ответственности тех, кто повинен нарушению права человека и выступает за разработку превентивных мер, мер контроля. Мы за то, чтобы ликвидировать смертную казнь, и когда мы будем встать в Совете по правам человека, мы будем проводить инклюзивную политику и будем развивать те подходы, которые предоставляются у нас в стране в отношении прав человека. Есть страны, для которых задачи повестки 2030 – это дело отдаленного будущего, но они не недостижимы. И мы, как непостоянный член Совета безопасности, испытали на себе те трудности, к которым сталкивается Совет, когда рассматривают кризисы в Сирии, Ираке, Ливии, Йемене, Южном Судане, Центральной Африканской Республике и Мали. Но таких страшных разрушений, как в Ираке и в Сирии, нет нигде. Dash Seed House разрушает людей, семьи, общины. Оно разрушает культурные наследия всего мира, грубо нарушая международные права и основные принципы нравственности. Нельзя допустить, чтобы Dash Seed House вверх. Австралия принимает в деятельность военной коалиции по борьбе с Dash в Ираке и Сирии. Мы делаем это в рамках Устава Организации Объединенных Наций и в соответствии с международным правом. Для того, чтобы одержать победу НАДЕС, требуются военные и политические шаги, примирение и инклюзивное системы управления в Ираке. Это путь к превращению в Dash Mene в привлекательную организацию. Мы намерены продолжать поиск о Сирии по прекращению к Сирии.